Помощник президента Помощник президента – это последнее предупреждение для Армении. Помощник президента Азербайджана уверен, азербайджанская армия способна в короткие сроки освободить оккупированные территории. Военные учения Азербайджана и Турции стали предупредительным сигналом для страны-оккупанта Армении. Об этом сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по военным вопросам администрации президента Азербайджана генерал-полковник Магирам Алиев. По его словам, в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, согласно годовому плану, в Азербайджане прошли совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевыми стрельбами, с участием сухопутных войск и ВВС обеих стран. Проведенные в этом месяце учения состоялись согласно графику. Я бы сказал, что эти учения отличались от прежних своими масштабами, новой и очень важной стратегией. Они были в центре внимания всего мира и продемонстрировали военную мощь наших стран на более обширной арене. Следует отметить, что в совместных учениях был задействован личный состав армии двух стран, бронетехника, артиллерия и минометы, военная авиация и ПВО. Учения проходили в Нахчеване, Гянджи, Кюрдамире и Евлахе, а также в столице Баку. Разумеется, столь масштабные военные учения не могли оставаться без внимания мировой общественности, потому что, на мой взгляд, братская Турция сегодня ведущая и обладающая одной из самых мощных армий государства, в том числе с точки зрения проведения антитеррористических операций и охраны государственных границ. Мы сегодня являемся очевидцами успешных операций военного контингента братской страны в различных странах мира. Азербайджан превратился во влиятельное государство как в Кавказском регионе, так и на международной арене. И этот фактор нашел свое отражение в военных учениях, о которых мы говорим. Если учесть, что 20% территории Азербайджана все еще находится под оккупацией в результате агрессивной политики Армении, а наш вероломный сосед время от времени, совершая вооруженные провокации и инциденты, стремится продолжать свою оккупационную политику, несложно догадаться, по какой причине противник настолько встревожен. В связи с этим хочу напомнить вам о провокации противника в Тавузском направлении. По результатам неудачной вылазки армянская армия была отброшена и вынуждена отступить, неся значительные потери. Еще один важный момент заключается в том, что наши героические офицеры, независимо от их звания, сражались со своими солдатами на передовой. Они шли не позади своих солдат, а впереди их, вдохновляя на бой с противником. Тот факт, что погибший в этих боях генерал-майор Палат Гашимов сражался на передовой как профессиональный офицер высокого ранга и отдал свою жизнь за территориальную целостность страны, доказывает, что наши военнослужащие, от рядовых солдат до высших офицеров, готовы как один идти по этому пути, решительно биться за свою родину, за Азербайджан. Конечно же, героический подвиг нашего генерала Палата Гашимова – безупречный пример для каждого солдата, офицера и гражданина. Безусловно, мы можем рассматривать широкомасштабные военные учения, которые прошли вслед за провокацией противника, как предупредительный сигнал. В этом вопросе правда и справедливость на нашей стороне, а нормы международного права, многочисленные постановления и документы подтверждают, что азербайджанские земли находятся под оккупацией, а Армения является страной-агрессором. Многие государства поддержали позицию Азербайджана после тавузской провокации, а братская Турция заявила о единстве с Азербайджаном. Армения, безусловно, тревожится по этому поводу, а учения в Нахчеване всерьез потрясли врага. С этой точки зрения считаю, что учения вооруженных сил Азербайджана и Турции были одним из последних предупреждений стране-оккупанту Армении, который осознает, что в случае вспышки локального военного противостояния Армения, как государство, столкнется с угрозой исчезновения из карты мира. И в этом случае вся ответственность однозначно ляжет на руководство страны-оккупанта, подчеркнул Магерам Алиев. И мы обязательно победим!